Доктор Максим Чумак С вас также с праздником, я надеюсь, что сегодня Особенно те, кто услышит наш эфир И сможет к вам позвонить Получит какую-нибудь дополнительную скидку Очень я выпрашиваю Эфир можно не только услышать, а еще можно увидеть Дорогие друзья, подсоединяйтесь на Фейсбук, на страницу Дениса Глочихина Или страницы Дан Фельдман Вы можете увидеть нашу студию в прямом эфире В течение всего эфира Нашей беседы я буду повторять несколько раз Номер телефона Максим Медикал Где вы можете узнать все подробные информации О пересадке волос Ну и сайт bringbackhair Очень просто запомните это bringbackhair.com Или позвоните по телефону 954-945-2909 Я убежден, что после того, как Мы пообщаемся, у вас не останется Сомнений, если у вас есть проблема с волосами Чтобы вы могли обратиться И бесплатно проконсультироваться В Максим Медикал Я приветствую вас, спасибо, что в этот праздничный вечер Вы все-таки пришли к нам Настолько у вас занятой график Я уже месяц пытался к вам как-то Дозвониться и пригласить вас Но вот только в предпраздничные дни Ну, наверное, потому что операционные на празднике Вы смогли выбрать время и к нам прийти А что, действительно, я смотрю, у вас такая большая занятость Действительно сейчас огромное количество людей Страдающих от облысения Вот как к вам не позвонишь Вы постоянно заняты, вы на операции Да, особенно у мужчин Эта тема достаточно актуальна И из того, что мы видим Наверное, большая часть мужчин Какую-то испытывают Потерю волос Это чаще всего начинается В районе 20 И это становится Большей проблемой к 40 Я знаю людей, которые после 30 Только вдруг обнаруживают Что у них начинают редеть волосы И проблема наступает Это неизбежно Потому что, вы знаете, вот говорят Вот мой дедушка был лысым Ну, в общем-то, и мне то же самое грозит Люди уже в панике Еще волосы не начали выпадать Я верю в некие эзотерические знания Которые, в общем, привлекают это все дело Это генетически Или это в результате, я не знаю, неправильного питания Неправильного образа жизни К сожалению, чаще всего это генетическая проблема Которую очень тяжело исправить И это происходит у мужчин Из-за DHT гормона Который называется Дигайдроксид истастерон И, к сожалению, мы так генетически запрограммированы Что волосы на фронтальной части головы Они вот как раз очень поддаются влиянию этого плохого гормона DHT А вот, ну смотрите, вот почему женщинам так везет? Ведь они творят такое с волосами, да? Это постоянные кипятильники Это постоянные утюги Это постоянная покраска Отбеливание, мелирование И, тем не менее, вот у женщин достаточно густые волосы Или к вам женщины тоже обращаются? У которых есть такие проблемы? Почему у них, если они возникают? Почему они возникают у них? Чаще всего у женщин другая проблема возникает У них называется тракшн-алопища Это чаще всего возникает, когда они любят собирать свои волосы в хвостик И поэтому вот первая часть линии волос, она может быть потеряна У женщин чаще всего уровень тестостерона где-то в 10 раз ниже, чем у мужчин По этой причине вот именно то, что называется male pattern boldness Или мужской тип облысения Женщин не так часто присущен Вы знаете, я по нарастающей усложняю свои вопросы, которые я вам задаю И мы к тяжелой артиллерии придем совсем скоро То есть к вашему оборудованию Я был в вашей операционной Я был в операционной у Максима Зачем? И посмотри на мою голову И ты поймешь, зачем я там был Чай приходил пить к доктору А он поход сказал А вы не хотели бы вот что-то у вас с волосы? Так часто мне падают Ну ты мог сказать, я их в гардеробе оставил Кстати, доктор, вы знаете Я встречал, спасибо Данте Вот эта шутка У меня вопрос созрел такой У меня приятель есть, который пользуется париками То есть там из натуральных волос Может что-то приклеивает Потом он месяцами это ходит Не вредно ли это для, скажем, когда тем месяцами Приклеена какая-то штука на твоей голове Она же, наверное, провоцирует выпадение тех волос, которые уже у тебя есть Я думаю, что наверняка никаких хороших последствий это не вызывает Так как закупорются все поры И, естественно... Не дышит кожа Скажите, сейчас очень модно, особенно на Фейсбуке А вы знаете, что когда мы в Гугл заходим То, что мы ищем, потом нам Гугл это выдает И на Фейсбуке и так далее Я искал в свое время средства, чтобы сохранить свои волосы И теперь мне постоянно компьютер выдает вот эти средства по лечению волос И предлагают и шампуни, которые делают твою прическу шелковистой И локоны твои кудрящимися И миноксидил от 5% до 15% в аптеке, который якобы восстанавливает волосы Вот проясните ситуацию по поводу восстановления волос Или ее, так сказать, поддержание просто в достаточной форме Ну, к сожалению, чаще всего возникает так, что обещаний можно давать много Но на самом деле очень мало продуктов, которые действительно эти обещания выполняют Чаще всего шампуни и различные другие методы Как миноксидил, различные концентрации Они могут поддерживать ваши волосы, которые у вас есть Но, скажем, создать что-то из ничего Это невозможно Это не мэджик И в данном случае это не работает То есть в каких-то ситуациях это может быть как-то отдалить полное облысение А вот то, что уже заснули те луковицы Их уже не разбудить с помощью этих препаратов Те, которые заснули, они полностью атрофировались Их практически не существует То есть эти препараты могут немножко увеличить вашу густоту волос И клинически мы видим, может быть, 10-15% Но ни в коем мере это не восстановит Хорошо, вот вы говорите, вот они обещают и не делают Хорошо, что Максим Мерикл, клиника по пересадке волос Обещает своему пациенту, который к нему придет? Мы обещаем, что после нашего лечения У вас будут волосы, которые останутся на всю вашу жизнь Наша клиника была первой в Бровард Каунте Которая именно использует робота Для выполнения процедуры Который, скажем, это эволюция в любых Эволюция в области, в медицинской области Новых технологий по пересадке волос Именно так, то есть сейчас идет тенденция применять робота Это не заменяет хирурга, но это изменяет весь процесс операционный То есть у нас сейчас роботы применяются на операциях на сердце Простата, практически любые брюшные операции Они могут исполнивать роботами сейчас Мы достигли того уровня, что мы можем выполнять трансплантацию волос Практически 70% за счет технологии робота Хорошо, вот эта новая технология вашего робота Чем она отличается от той технологии, которую еще несколько лет назад использовали И люди уже воспользовались? Была пересадка волос предыдущая И вот это новое ваше поколение, новое поколение То есть у вас последняя технология, которая существует только на рынке, да? Именно так А вот чем она отличается от того, что было? Это единственная технология в мире, которая использует робота для всех стадий операций Если немножко взглянуть в историю Первые попытки использовать робота Пересадки волос Они существовались в Японии в начале 50-х годов Естественно, эстетически это смотрелось ужасно То есть люди брали огромные по 2 сантиметра кусочки, вырезали сзади И человек выглядел как решето То есть эстетически это был полностью полный дизастер И это долго не прожило То есть я еще занимался в Израиле пересадкой волос Назывался стрип метод Который мы брали такие полоски волос сзади головы Разделяли их на маленькие кусочки И потом это пересаживалось Естественно, оставался шрам сзади И это выглядело ненатурально То есть есть еще много клиник Примерно 50% сейчас трансплантологии волос До сих пор выполняется этим методом Эстетически это очень далек от идеала И с болью, шрам большой сзади И долгий... Но еще удлиняется процесс операции Абсолютно Потому что ты проводишь... А сколько времени от прихода к вашу клинику И ухода после операции занимает? Дело в том, что... В зависимости понятно от состояния вашей головы Как это считается? В скверфитах? В чем это? В юнитах? Мы делаем снимки И робот делает, называется, дигитальная карта головы И мы точно знаем, какое количество имплантантов нам потребуется И длина операции зависит от того Какого количества нам нужно пересадить Если мы говорим от 2 до 3 тысяч То это приблизительно 7-8 часов Ну, сейчас меня зрители смотрят на фейсбуке Меня видят, в общем-то Да, вот скажем Сколько тысяч мне Сейчас не в долларах, я говорю А вот этих самых Нужно пересадить Мне и сколько на это потратится времени? Мы скажем У Дениса достаточно запущенный случай Спасибо Вы развеселили моего коллегу Вот это тот самый триумфальный его момент У всего эфира Он пока что еще не очень был активен Да, да, да Ему-то еще пару лет до моего состояния Не, да ладно Может, боже и поэтому Вот эту запущенную форму То есть она все равно То есть исправить можно И вот шелковистую голову мою Можно будет увидеть, если я посещу вашу клинику? Ну, скажем, лет на 20 мы тебя можем омолодить Окей Вот это А, простите, только на голове? Да Скажите Мы начинаем с головы То есть шелковистость в моей прическе гарантируется, да? Конечно Конечно То есть все зависит от того Если есть волосы, которые можно пересадить Из того, что я вижу У тебя достаточно хороший запас То есть мы можем взять около 3000 имплантантов И как раз стратегически их разместить в нужные места И они будут шелковистыми И они То есть я Вопрос такой То есть и люди, которые меня не знали до этого Никогда даже не узнают, что в принципе у меня были проблемы с волосами Да? Это будет шелковистая обыкновенная прическа Как у обыкновенно среднестатистического мужчины Это не произойдет сегодня на завтра Ну да, да, да Это я же понимаю Но одна из прелестей этих операций Что волосы будут начинать расти постепенно То есть люди, которые вас не знают Они ничего не заметят То есть через 6 месяцев у вас постепенно будет восстановиться полностью густота волос И вы будете выглядеть именно так Смотрите, у нас вот на фейсбуке комментарии у нас написали Доктор, какие витамины порекомендуете пить мужчинам и женщинам Для того, чтобы поддерживать волосы в хорошем состоянии Или наоборот поддерживать слабые волосы Витамины, они имеют только косвенное участие Скажем, есть определенные витамины Которые, например, байотин Витамин С Есть еще группа B-комплекс Которые могут помогать Есть препараты для мужчин Которые, кстати, FDA-approved И они используются именно для поддержания волос Один из препаратов называется пропища или финастерайт Он был в использовании, если я не ошибаюсь, около 10 лет И снова он помогает сохранить то, что у вас есть Но он ни в коем случае не восстанавливает ваши волосы Для женщин есть другие препараты Которые, то, что называется off-label Один из этих, это то, что называется Potassium spirit diuretic И он помогает Ну, снова, для того, чтобы понять Именно, что для вас будет работать Вы можете прийти на консультацию Которая совершенно бесплатна И есть либо медикаментозный Мы можем сделать анализы крови Мы можем сделать биопсию И определить То есть у женщин есть другие кондиции Которые могут вызывать какую-то потерю волос Например, алопища ариата У меня два вопроса осталось задать вам Ну, перед этим хочу телефон объявить Друзья, мы запишите телефон Максим Мерикл Вы можете обратиться туда и пройти бесплатное обследование 954-945-2909 954-945-2909 Или зайдите на сайт bringbackhair.com Ну, и я повторю телефон, когда мы попрощаемся Ну, еще один вопрос Гарантия Какова гарантия того, что люди уйдут от вас И будут довольны результатом? В нашей клинике мы гарантируем каждую процедуру Каждый волосок, который мы пересаживаем Мы делали много операций и для женщин, и для мужчин С очень хорошими результатами Снова, я, конечно, не могу гарантировать ваше поведение То есть, если человек сделал операцию И потом решает пойти И то, что называется иметь too much fun С какими-то неположенными вещами, например Наркотиками Используя наркотиков Давайте вот здесь поподробнее Увидим у тебя это так Понятно Я могу привести несколько примеров То есть, у меня был пациент Который, например, прошел операцию И потом решил кататься на лыжах То есть, я ему сказал Что ни в коем случае это делать нельзя Через три дня после операции И как? Ветром сдуло, что я не понимаю Ну, после, да После моего настоятельного Рекомендации Рекомендации Он все-таки изменил мнение А в таких случаях я не могу гарантировать Что произойдет Ну да Нельзя на холод волосы, то есть, или что? Нет, дело в том, что если вы надеваете шлем И вы спускаетесь по горе И падаете куда-то То вы сами понимаете, что будет Ну и следующее И еще один вопрос Очень важный для всех Я убежден Огромное количество людей сейчас Страдающие этой проблемой И для людей, возможно, это может быть Недоступная процедура Вот насколько доступно это Нашему комьюнити? Цена будет, конечно Варьироваться от количества Пересаженных волос Да, у нас есть Программа Чем больше, тем дешевле Правильно? Так? Работает у вас такая система? У нас работает То есть, мы можем немножко Опустить цену За каждый имплант Ну, естественно Это будет дороже Но дело в том, что это Один раз Инвесмент То есть, вы инвестируете В свое Будущее На много-много лет То есть, Денис Ты можешь уйти туда Просто в рабство Нет, у меня Видишь, все-таки Можно еще Существует какая-то Система финансирования Тоже можно будет Профинансировать Да, у нас есть Две программы Которые мы сейчас Используем Которые можно Финансировать В таком же принципе Как финансировать Машину Вы И они Очень Извините Я использую Reasonable То есть В плане того Вам не нужен Очень высокий Кредит скор Для того, чтобы Получить эту программу И вы практически На 6-7 лет Вы можете профинансировать Операцию Отлично Это хорошая идея Вот видишь В рабство Задаваться Фильм Не нужно Здорово Ну и я хотел бы Друзья Вас пригласить Я очень верю Что вы еще придете К нам в студию Потому что столько вопросов Видите Мы даже вышли За хронометраж Как бы рассчитанный На этот сегмент Я сейчас Номер телефона Вот Страховки Покрывают ли Да Вот спрашивают нас На фейсбуке Ну ответьте на этот вопрос Страховки Страховки покрывают Тесты Если у вас Нет страховки У нас есть возможность Сделать гораздо дешевле Чего вы могли бы Это у любого врача То есть мы говорим А тесты надо проходить Какие-то тесты В зависимости от Вида облысения Это может потребоваться Но мы можем Предоставить В районе 100 долларов Мы можем Протестировать Практически все Ага Я надеюсь Что вы получили ответ Уважаемые слушатели У меня еще один вопрос Маленький Скажите пожалуйста Вы можете вернуть волосы А если кто-то хочет Наоборот Избавиться от волоса Можете помочь? Пока мы То есть в идеале Могли бы кому-то Помочь избавиться И пересадить Кому у кого не хватает Но к сожалению Вы же не знаете Откуда избавиться С какого места Ну вот О новых технологиях По пересадке волос То есть о существующих методиках В том числе Мы продолжим нашу беседу Когда вы к нам придете еще раз Я сейчас обращаюсь И к зрителям на фейсбуке К радиослушателям Запишите номер телефона Обратитесь в Максим Медикал Вам обязательно помогут Вы можете туда прийти Вас никто ни к чему не будет обязывать И доктор уделит Именно вам Столько времени Сколько это необходимо Если вы еще передадите привет От Майами ФМ То к вам дополнительно Окажут еще Несколько минут Я очень на это надеюсь И запишите номер телефона Друзья мои Обратитесь Если вас беспокоит эта проблема 954-945-2909 Еще раз номер телефона 954-945-2909 Или просто зайдите на сайт BringBackHare.com BringBackHare.com И получите всю необходимую информацию В плейде телефона И я надеюсь Что если вдруг вы не записались Вы сейчас за рулем Я понимаю Отправляетесь на праздничные Ужины То вы можете Всегда обратиться К нам на радио Мы с удовольствием Поделимся всей информацией Которой обладаем Доктор Спасибо вам большое Я благодарю вас за то Что вы сегодня вместе с нами И спасибо Что вы делаете Наши счастливые И наши лысые головы Более волосатые Спасибо вам Спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok